Сдвигно показываю между одной микросхемой. Тут еще пастилограф, тут индуктор на резонансный. В общем, все как по-прежнему. По установке примерно колобухова, можно убедиться, что перемещение работает. Включаю и теперь включу импульс. Импульсы будут идти на антене. Вот на этой антене один конец идет на коллектор транзистора, другой конец идет на плюс. И тут будет где-то 150 вольт. Подключаю минус к блоку питания. Теперь буду сдвигать их в одну сторону. Потом они уменьшаются. Да, очень далеко в одну сторону заходят. И теперь попробую поменять на другой конец. Пуш-тайл на другую ножку насадил. Нагрузка это 400 ватт, 53 ватт, 60 ватт. Вот теперь на нижний импульс. И так далее. Пуш-тайл на другую ножку. Пуш-тайл на другую ножку. И так далее. И так далее. Уменьшим количество витков, феррит очень горячий, чуть ли Возвращаемся к виткову, феррит очень горячий, очень горячий, очень горячий, чуть ли Не хорошо, что у TL494 скважина с максимально 45%, поэтому не можно широко его очень двигать Если было бы 49, тогда было бы больше можно было двигать Вот щупает стиллограф и другой нигде не подключен Попробуем его вот тут на конденсатор где-то всунуть, что будет показать Вот здесь показывает Вот тут уже сам по себе какой-то импульс, хотя еще кто-то не подключен и уже есть Куда он взялся? Это, видимо, те пумпырышки, так и обратная DS, как говорится Теперь подключу этот Этого импульса вроде бы и не видно И вот тут он взялся И вот тут он взялся И вот тут он взялся В общем на пик можно попасть Хотя тут не в полный резонанс вроде бы Потому что потом зашкаливать начинает И вырубаться И вырубаться Я могу, конечно, по 12 вольт все запустить иногда Или напряжение снизить Тогда может не будет вверх шкале Возьмем напряжение Возьмем напряжение Теперь в полный резонанс Можно в полный резонанс Теперь можно в полный резонанс завести Вот тут он где-то Теперь я его подвигаю Вот так и двигается Теперь на верхушке И он вот до самой верхушки доходит В ту сторону не перелазит Лучше Там пропадает А вот тут По самой верхушки Отсвечение это никак не влияет Попробую теперь на другую ножку подсадить, чтобы будет вон тут вот тоже не доходит. Ну вот тут вот, только может в ту сторону идти. А тут максимально потом пропадает. Тут где-то еще есть, так что не совсем очно. А как говорят, он должен быть чуть дальше, чем верхушка. Тут как раз и есть, когда уже идет по амплитудам. Видно, никак не влияет. Я могу, и вот длительность еще, а именно, ну вот, самая большая длительность. А, есть горячий этот регистер. Хорошо, что выключил, там сейчас горячий. Лампы тут прям жареные. Пробую вот эту отключить. Четыреста ватт. Ватт горит вот не в полный. А напряжение я подняла. Они в полный резонанс. Синуса нет, но тут самая яркость. Когда был еще один итог проходил, я тут тогда ярче берем. Теперь такой яркости уже не получается. У меня тут вот этот конденсатор, поэтому два резонанса немножко не совпадают, видимо. Поэтому такой сигнал. Убрал этот конденсатор все равно какая-то амплитуда кривая. Думаю, наверное, потому, может потому, что диодный мост или какой-то диод перегорел. Наверное, не перегорел. В общем, такая кривая немножко странная. Наверное, диодного моста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...